Всем привет, с вами Прия. Не пугайтесь насчет заглушки, она статичная и ничего там двигаться не должно. Хотя, быть может, я что-нибудь придумаю насчет этого. Итак, поговорим сегодня о давно забытой теме, к которой я не думал возвращаться и не думал вообще делать видосик на эту тематику. Голдфарм. Собственно, люди заходят на стрим, люди заходят на различные видосы по недельным открытиям сундуков, на какие-либо прочие видосики и задаются вопросом, что Прия, откуда у тебя так много голды. То есть, в текущий момент на аккаунте 10 миллионов 444 тысячи, 2 единицы золота и целых 30 серебряных, это тоже деньги. Конечно, тут нужно учитывать абсолютно все. Получается так, что под конец Дритнора у меня было 15 миллионов голды, сейчас у нас, можно сказать, треть от БФА прошла и спинансовалось всего лишь 4-5 миллиона. И с учетом того, что проводятся розыгрыши, и с учетом того, что мне нужно также оплачивать подписку. С помощью жетонов это делать как-то поинтереснее и попроще. На эту тему есть отдельный видосик на канале, я прикреплю его в описании. В текущий момент поговорим о способах Голдфарма. Выделил их 6 штук, думаю, вам хотя бы какой-то понравится. И какому-нибудь из этих способов вы уделите свое время. Самый давний способ, самый улюбившийся мне, самый лучший в давнешнее время, да и в принципе его можно использовать сейчас, это гарнизон. Тот, что на Дреноре. Реализация дикой крови, реализация реагентов с целью получения чистого количества золота. Ну а также вскрытие карт крови. Да, их понерфили, но все же в принципе они весьма неплохо дают Голдишку. Далее. Соратники БФА. Те соратники, которые предоставлены нам в дополнение Battle for Azeroth, приносят, конечно, немного Голды. Но в принципе, если вы сделаете карту сокровищ, а именно отобьете недельный кап Азерита, то вы ее получите, вскрыв ее, использовав, можно получить задание на 5000 золота. Самое главное запустить этот квест на 100% вероятности. Далее. Локальные задания. Ну а также сундучки за бонусную репутацию. Сундуки за бонусную репутацию, которые были введены в обновлении 8.1, также требуют 10 тысяч репутаций, как и те сундуки, которые вводились ранее в Легионе. В Легионе мы могли полутать питомцев и маунтов. Сейчас же мы лутаем вроде бы только там игрушки и петов. А также еще силу артефакта, золото, примерно 4-5 тысяч. Ну а также ресурсы войны. Это весьма классно на самом деле. Делаем локалочки с контрактом, абсолютно любым, в принципе, без разницы. Ну, если у вас не докачаны стартованами, то, наверное, с ними лучше все-таки взять. Ну и вскрываем эти сундучки на 10 тысяч репутации. Все просто. Ну а за сами локалочки можно также получить весьма неплохое количество золота. Также за локалки на Нагорье-Арате и Темных Берегах можно получить военные медальки. А за эти военные медальки можно купить различные игрушки, которые являются персональными при использовании. Их можно продать на аукционе. Ну и питомцы, конечно же. Далее. Маунты. Различных маунтов покупать будут всегда. Новые маунты, которые были добавлены в Bins of Equip дропе, которые падают почти с любых локаций на самом деле. Окей, ладно. С четырех из шести. Друствар Терогард. И Валдун с Назмиром. С Валдуна падает Гиена. С Назмира падает Кровосос. С Терогарда падает Лошадка, Золотогривка. С Друствара тоже какой-то маунт падает. Вспомнить не могу, увы. Но суть в том, что там есть маунты, которые выбиваются путем убийства мобов. До сих пор, я думаю, еще фармят мобцов в определенных точках. Вступайте в эту заранее собранную группу, фармите мобов. И лутая их, вы можете получить как эпики. Конечно, не особо кому-либо нужные, но все же они стоят некоторое количество голды. Ну и также маунты, которые стоят от 100 до 200 тысяч в зависимости от сервера. Далее, профессии. Так как относительно недавно стартанул рейд, то, в принципе, сценарий агентов еще вполне актуально. Занимаясь как добывающими профессиями, так и профессиями, создающие различные крафты, а конкретно чанты, камни, алхимию. Все это выгодно продавать, сливать на аук. И впоследствии можно весьма неплохо получить золото. Так что внимательно посмотрите на свою профессию. И гляньте, что полезного из нее можно извлечь. Ну и, конечно, фарм такой еще посредственный могу предложить. Это последний уже пункт в нашем списке. Праздники. На некоторых праздниках можно получить хорошее количество золота, если активничать. К примеру, при сборе 270 знаков любви, а сейчас как раз проходит любовная лихорадка, можно купить маунта. Называется «Стремительная птица любви». Вы в течение года продадите ее, надеюсь, тысяч за 40-70. Так что удачи вам в этом. Оно того стоит. Либо изучите ее для себя, для пополнения коллекции. А, быть может, если не накопите нужное количество знаков, то купите игрушечку. То есть, может, они продаются на аукционе. В общем, если рассмотреть абсолютно все и найти какую-либо некую лазейку, то можно вполне неплохо получить голды в свой карман. С голдой сейчас, конечно, все плохо. Пассивно она никак не накапливается, увы, по типу, как это было в Легионе с заданий соратников и в Дреноре с чеканье гарнизона. Теперь нужно активничать. Окей, почему бы и нет. Если у вас есть желание и возможность к фарму, то, конечно, займитесь этим. Ну, и если вам просто нужна голда для того, чтобы качественно рейдить, для того, чтобы покупать руны, фласки, поты, боешки различные и все такое прочее. Итак, все абсолютно шесть пунктов рассказаны. Гарнизон, соратники, локалки, маунты, профессии, праздники. Если же по какому-то пункту что-либо непонятно, дайте знать об этом в комментариях. Быть может, соберусь с мыслями и сделаю отдельный видосик на какую-либо из этих тем. Ну, а по гарнизону, если вы листанете видосики на канале года так на два, на три назад, то найдете очень много рассуждений о нем. Сегодня хотелось бы рассказать о гарнизоне. Для чего он нам нужен? Сколько с ним можно получить? И как лучше всего построить? Для начала гайда я хочу просто пройтись по всем своим твинкам и собрать с них достаточное количество золота. Сегодня хотелось бы рассказать по поводу фарма ресурсов гарнизона. Всего существует около 8 способов фарма ресурсов гарнизонов. И я перечислю их все. Самым главным способом, самым начальным, являются сокровища и рарни. Все мы любим карты. Особенно карты знамения, когда нам падают, они на 6 тысяч голды эпические. Да, это действительно классно. Сегодня хотелось бы мне рассказать о картах знамения. Всех вам благ, счастья, здоровья, самое главное, голды побольше, ну и, конечно, берегите ноги. До скорого.